Добрый день, мои дорогие! Немножко прибаливаю. Если подкашливать буду, не обижайтесь. Пришла мне долгожданная посылочка от Валерия Константиновича Железова. Это мой старый добрый друг, который живёт в Саяногорске. Это, значит, Саяны. Вот, в Красноярске, туда-туда ещё, где холоднее. И вот человек уже много лет, а именно полвека, занимается абрикосами, персиками. Вот такая вот книжечка у него замечательная. У меня одна уже есть, но выпуск немножко старый, да? И я вот всё по этой книжечке делаю. Валерий Константинович, дружище, дай Бог тебе долгих лет жизни. Сколько он боролся с этими, со всякими нашими знаменитыми, как говорится, людьми, которые питомники держат, да? Вот. И представляете, у человека большое количество взрослых абрикосов, абрикосов, которые из этих же абрикосов уже дети, уже плодоносящие. Ну, в общем, он как папа, да? Я его всегда называю папой сибирских абрикосов. Вот так у нас на улице сегодня удивительно, 16 градусов тепла. Вот. Я вам сейчас покажу, какие у меня три абрикоса взрослых уже от Валерия Константиновича. Два из них плодоносят. Сейчас я вам сначала вот покажу, какие он мне сорта прислал, да? И я, ребят, что-то хотела, сейчас уж снова вернусь, что-то хотела нынче посадить под зиму, да? Ну, знаете, у меня столько мышей, я же в тайге живу, да? Как он мне присылал, вот я сейчас покажу абрикосик, которому три годика, да? Вот три года назад он мне прислал, и я высадила на улицу косточками, да? Ну, что ты, мыши погрызли, прям вот сверху валялись огрызки. И, не знаю, из оставшихся вырос вот этот вот абрикос, который у меня растёт. Я вам сейчас его всё покажу. Вот он мне прислал 11 по 10 штук, это 110 косточек. Все разные. Ой, дай бог тебе здоровья, Валерий Константинович. Я, конечно, первые два раза он мне присылал. Первый раз я рассадила везде по району здесь у нас, да? Пораздарила, потому что чем больше будет абрикосов, тем лучше будут они опыляться. Значит, вот. Что хочу сказать? Ну, ладно, давайте будем смотреть, что он мне прислал. Значит, это у нас... А, это он мне сливу прислал. Ой, Валерий Константинович, вы знаете, какая слива, да? Ну, китайка, да, она вот синяя снаружи и жёлтая внутри. Красная, вернее, она снаружи, а жёлтая внутри. Ой, Валерий Константинович, спасибо тебе, дед, большое. Обязательно закажите, у меня это слива есть. Я вам сейчас... Я буду проходить, я вам её покажу. Она мне, Валерий Константинович, нынче дала четыре... Ребята, вот такие сливы. Вот так разрываешь, а там мясо одно, жёлтое. Ой, спасибо, дорогой. Ручки твои добрые. Так, следующий это у нас какой? А, это Лившица, Борис Лившиц, друг его, Валерий Константинович, да? А, Левицкий, Левицкий. Вот, Левицкий. Он тоже выращивает абрикосы из косточек. Вы знаете, что не все, конечно, но вот косточки, вы именно абрикосы и персики, они практически на 90% повторяют всю свою историю. То есть, вот, чего вы посадили, того вы и получите. Ну, может расщёлкнуться там, вот, в древность куда-нибудь. Так, Левицкого прислал. Ну, Валерий Константинович, спасибо. Так, это абрикосы у нас, сейчас я вам скажу. А, это Фаина. Фаина чудесный абрикос, чудесный. Когда подключитесь к Валерии Константиновичу, он там про всё рассказывает. Вот, показывает их. Это Амур, сеянец уже при столетии. Вот он с Амура посадил косточку, она выросла, и уже с неё, вот, я говорю, дай мне второе поколение. Амур – обалденный абрикос. Так, это вот Манжурцы. Манжурец – это абрикос, который будет сношать, как Валерий Константинович говорит, всех других абрикосов. Вот, это вот Амурец. Амур. Так, дальше чего ещё? Валерий Константинович, вот это я так не поняла, что это вот такое. Что-то так смазано. Не поняла. Знаю, что плохого не пришлёшь, но вот название не поняла, чтобы сказать даже на камеру. Прости, мой дорогой. Так, ну, это Артём абрикос. Артём – это, видимо, в честь кого-то уже из семьи назван. Артём, по-моему, с розоватым бочком, да, абрикос. Это королевский. У него и косточка немножко другая, королевский. Ну, это, как сказать, гигант и вкуснотища. Я ела королевский абрикос. Так, это у нас макитаба или макитоба абрикос. Что-то новый, Валерий Константинович, я такого у тебя не видела. Так, и ещё я – это что? А, академик! Смотрите, у академика какие косточки. Академик. Обалденный тоже абрикос. И вот это вот всё наш Валерий Константинович, дорогой, вывел сам. Вот он наш дед знаменитый. Папа сибирских абрикосов. Ребята, это человек, который, ну, я не знаю, он жизнь свою отдал. Он когда-то с Владивостока там работал и служил, привёз оттуда и посадил косточками у себя в Сибири. И вы знаете, к нему едут в Сибирь, ну, туда, в этот, в Саяногорск, со всей страны, кто откуда может, да. И он, ну, вот, в закрытой корневой системе он продаёт. Ну, сейчас уже сынуля у него занимается, потому что Валерий Константинович уже аксакал. Он такой больше житейским опытом делится, у него канал есть. Поэтому обязательно подпишитесь. Интересные даёт пояснения. Вы знаете, фиг вам, где кто так разжуёт. Вот. И вся Сибирь, вы знаете, я была в Красноярске, я ела сибирские абрикосы. Ну, вот Валерия Константиновича, я ела академика, я купила целое ведро. Мы, конечно, жили там три дня, мы за три дня съели это ведро. Ну, это невероятные вкусноты абрикосы. Дай Бог тебе здоровья, дед. Ну, а сейчас, в общем, я вам рассказала, как я буду сохранять, ребята. Не спрашивайте 20 раз потом. Вот. Ну, хотя отвечу всё равно. Значит, 10 он мне прислал абрикосов и одну китайку. Валерия Константиновича за эту сливу. Дай Бог тебе здоровья. Прямо это нечто. Ну, всё, пойдём смотреть. Заодно прогуляюсь. Смотрите, голос появился у меня. Начнём тогда с трёхлетнего. Сейчас я вам его покажу. И пройдёмся по моему саду. Видите, у меня как тут вот всё заросшее. Вот это вот, вот она. Вот это китайка. Вот это слива, которая... Ну, во! Мясо. Вот она у меня. Видишь, Валерия Константиновича, какая она у меня? Она у меня в первую зиму, бедная, замёрзла. Вот. Срезать приходилось. Во вторую зиму замёрзла. Посадила я её неправильно. Вот тебя не послушала. Но вот у меня сын её это оживил. Не знаю, мужицкие руки, что ли. Так, это у меня тут топинамбур. Убирать буду завтра. И буду я его выкапывать, ребята. Про топинамбур я вам всё говорила. Тыквенная грядка. Скажет Галиничек. Вот, ему три годика. Вот он. Вот это посаженный из косточки. И он у меня... Вот это здесь, видите, грядочка была. Я отсюда повыкапывала. Значит, соседям пораздавала. По-моему, штук пять продала. Плотненько они так росли. А вот этот самый хороший я оставила. И вот он тут, конечно, с ёлкой. Она ему солнце-то загораживает. Я вот думаю, вот Валерий Константинович будет смотреть. Валерий Константинович, убрать мне его, пересадить или уже не трогать. Смотри, он как тут хорошо прижился. Вот. Но ёлка ему, конечно, будет тут. Хотя в тайге растут у Валерия Константиновича абрикосы. Ну, в общем, посоветую, дед, перенести мне его или пусть он тут живёт. Вот ему три годика, ребята. Так, пойдём в следующий вам покажу. У нас шли почти десять дней дожди. Всё хорошо пролилось. Земелька уходит в зиму. Мокренькая. Так что, всё хорошо. Это вот груша у меня молодая тут. Вот абрикос. Забыла все названия Валерия Константиновича. Когда уж начнут плодоносить вот этот вот. Уже я вам покажу это, определитесь, что это за абрикос. Вот такой вот. Вот этому абрикосу пять лет. Вот он какой. А нет, вру. Шесть. Шесть. Он в этом году, он бутоны набрал. Но были заморозки. И я вам что хочу, ребята, сказать. У меня полопались и померли яблони. Абрикосам пофигу. Вот он у меня здесь, вот на этой стороне. Вон лук у меня взошёл. Видали, Галя посадила раньше времени. Этот семейка. Он сходил весь. Вот всегда торопимся, да. Вот он, видите, какой красавчик. Вот он, абрикосище. И он, Валерий Константинович, глянь, у него кожура такая розовая. Ты уж, наверное, знаешь это. Ты уж полвека с абрикосами, как с ребятишками. Вот у него кожура немножко не как у тех. Сейчас мы дойдём. Вот этот вот взрослый. У меня повыкапывали позапрошлом году. Ну, у меня выкопали грецкий орех. Выкопали штук пять абрикосов молодых. Тоже вот таких трёхлеток паразиты. Это сейчас везде камеры мы поставили. И уже спокойно можно жить. А так, сама хожу, показываю видать те, кто меня смотрит. Смотрели местных, тоже много смотрит. Вот. И повыкапывали. Приехала, ещё не сразу кинулась. Вот привитая яблонька у меня пошла, красоточка. Вот, смотрите, какой гигантище. Вот он плодоносит. Валерий Константинович. Вот это академик. Твой. Посмотри, он какую крону дал. Ни одной веточки не срезаю, если только она не почернела. Валерий Константинович говорит, нет у абрикоса запасных веток. Даже если вот они будут прямо вот там вот у земли, оставьте, пожалуйста. Вот. Вот. Вот видите, какой он. Ну, а этот пришлось немножко подставить, Валерий Константинович. Он в этом году не плодоносил, но в прошлом году он на эту сторону повесил мне абрикосы. Вот. Ну, вот такой вот он красавец. Вот его фамилию забыла. Вот такой, ребят, красавец. Ну, подставили мы ему нормально. Всё. Вот такой красивый. Вот этому абрикосу 7 лет, вот этому академику 6 лет, а тому, получается, тоже 6 лет. И вот они, когда у них синергия какая-то, да, у абрикосов, они начинают лучше завязывать, когда их несколько штук рядом. Ну, вот они, вот эти вот вообще, что тут, 20 метров даже нет. Вот. Ну, вот у этого тоже кора какая-то светленькая. Может, это два, и тот, и этот одинаковые, не знаю. Вот такие вот красавцы. А как цветут, это сакура вообще, ребята, отдыхает. Вот такой мой сад на сегодняшний день. У нас вообще обещают, ребята, заморозки до минус 16 сразу. Я жутко переживаю за свои розы. В прошлом году заморозок вдарил. В ноябре снега не было, ребята. И розы мои помёрзли. Я же вам плакалась, да, весной, что у меня 30 роз погибло. Вот просто в ночь ударил мороз до минус 20, представляете? Ой, ядрён батон. Это Калина Бульданеш. Красотка моя. Видите, ещё не все листья сбросили. Вот такая вам история про абрикосы. Видите, у меня в саду и сосны, и ёлки, и ели, и пихты. Поэтому я выхожу, мне надо пихтовочку. Я беру нижнюю веточку, срезаю, и красота. Да приболело что-то, ребят. Этот какой-то у нас, этот, как его называют-то? Гриб тяжёлый. Прямо ломало, как не знаю кого. Ну всё. Ой, ты поздороваться идёшь, что ли? Рыжий. Уйди, мои бегемоты, мои любимые. Ну всё, мои золотые. Вот, хотела, уж в этом ролике тогда расскажу, Валерий Константинович, ты уж прости. Значит, смотрите, у меня же погибли вот эти яблони-то красноцветковые. Весной их разорвало морозом. Ребята, и мы их спилили, потому что они почернели, растрескались, стояли такие. И вот из трёх, вот там не пошло, из трёх, вот две у меня пошли от корня. Поняли? Вот так. Ну и пошла слива, которая тоже здесь нагнулась, да? В общем. Ну а яблони, другие вот яблони, которые нет, не пошла ни одно. Но это вот всё-таки значит порода. Ну, вот такие вот у меня успехи. Всё, к зиме я готова. Красота у нас, конечно. И воздух, хотя везде тоже получаем. Вот такие, такие мои красоты. Нынче буду много весной, следующий бог даст, доживём. Буду много перестановок делать. Здесь вот, видите, убрали старые, росли кусты, убрала. Ну, в общем, придёт весна. Ещё до весны, знаете, сколько раз решение поменяется. Рыжий, ты под ногами? Под ногами чё? Вот такие дела. Ну всё. Всем здравия. Мне тоже. Пока, мои дорогие. Все ссылочки на Валерий Константиновича Железова я вам оставлю, ребята. Обязательно сажайте абрикосы сибирские, берите у него. Столько дуриловки, да, в интернет-магазинах. Это просто, я не знаю, нечто. Будете же всё равно, здравствуй, Василий, всё равно же будете спрашивать, когда, на какой год плодоносит. Вот у меня, вот там, который абрикос в углу, фамилию которого я тоже не знаю, он у меня зацвёл и заплодоносил на четвёртый год. Я не знаю, что это за сорт, правда. Вот Валерий Константинович мне его прислал саженцем с закрытой корневой системой. Вот. У меня на четвёртый год, видимо, саженец был двухлетний. Вы с Валерием Константиновичем поговорите. Может быть, вы и косточками возьмёте себе размножить побольше. А может быть, парочку ещё к этому прикупите с закрытой корневой. Ну, что, наверное, теперь весной, да, Валерий Константинович? Ну, в общем, вот так вот, ветер, пойду. Пойду. Всё. Вася, давай. И вот, пока иду, переживаю страшно за мои розы. Вот, перетащила все оставшиеся розы, да, на одну грядку. Ну, сейчас, если они, вот, представляете, ой, здесь перегной почти машина. И они у меня, видите, чё. Но, если вдарит мороз, они, конечно, тут им не знают, что делать. Прямо жалко, жалко, жалко. Ну, ладно, посмотрим, что Бог даст. Так-то бы пихтовыми ветками бы их накрыть. Ладно, может быть, сейчас полегче мне, может быть, это я найду кого, кто веток мне нарежет да притащит. Всё, мы в тайге живём тут у нас, этих веток пихтовых навалом. Всё, мои дорогие. Всех обнимаем, всем желаем здоровья. Пока.